привет всем доброе утро сразу начну с посылок мила ганновер все думала отвезти со мной либо отправить по почте но все-таки отправила по почте ирина наталья я сегодня отправила ваши посылки только сегодня и не удивляйтесь не дихаэль а хермес я пришла сегодня на почту проблема была в чем почему посылки задерживались сначала не было нашего водителя который приезжает и забирает у него был отпуск другой его не поймаешь если ты нашему водителю говоришь мне есть для тебя посылки он приходит другой немножко такой знаете не совсем не хочу сказать не серьезно но он нам не нужен если посылки не забираются из магазина значит я должна их забирать сама так как у нас то пешеходная зона и на машине можно сюда заезжать только до 11 или с 18 00 следовательно у меня по-другому тоже не получилось еще хотела в субботу их отправить но в итоге я приехала вчера ночью забрала все-таки эти посылки в машину вернулась сегодня утром в госвар пришла на местную почту но это же почта они же параллельно и банк то есть это наверное самый нелюбимый пункт отправки посылок у меня в принципе они себя ведут немножко по-другому потому что они считают себя в первую очередь банком какими они как бы являются а только потом уже у них услуга почты там такая парковка интересная то есть ты останавливаешься на парковке затем ты идешь по ступенькам и затем где про запутался и затем ты проходишь еще такую площадь ну вот примерно если я стану вот здесь то вот это вот нужно еще пройти пешком пронести прийти поставить оформить когда под штальон и кстати наш уже появился поломался у меня принтер а он может посылки забрать только если я принтером наклеила эти онлайн наклейки в общем выбора другого не было нужно было уже срочно отправлять потому что честно скажу огромнейшая благодарность за ваш гадульт в общем я три посылки одна посылка больше чем я сама все я это принесла поставила сижу пишу адрес рукой на почте дихо или приходит женщина плохо говорит но я так но все понимает но говорит плохо на немецком языке приносит им посылку это картон и этот картон если я возьму в пример вот такой картон да только он большой был и он у неё заклеен вот здесь вот верхняя часть как-то господине теза не лейкопластырь блин уже слова забываю скотчем заклеен но не 50 процентов картона заклеена скотчем они говорят если мы это примем то вы заплатите 27 евро как штергут потому что слишком много ленты наклеена у них есть такой прикол потому что они получают больше провизион если посылка стоит немножко дороже я поворачиваюсь к ней и говорю ей вот там у них есть такие магазинчики где можно конверты купить кстати кто не знает где купить конверты на почте где можно купить скотч и так далее я и говорю там есть упаковочная бумага подарочная оберните просто в бумагу и одним разом наклейте и тогда это уже не считается вот таковым но она в итоге это сделала и заплатила за свою посылку около 6 евро подходит очередь ко мне я заполняю все три посылки я по очереди приношу эти картоны вы знаете что сделала работник почты за то что я подсказала ей он отказался принимать один из моих картонов когда так когда у меня подушечки у нас ушли только что сейчас расскажу вам эту историю до конца с посылками и пойдем с вами смотреть подушки как говорят немцы на алируя спокойствием в общем когда у меня попадаются такие посылки где я вижу что недостаточно плотная верхняя часть что я делаю я просто беру вот такой вот картон он здесь не совсем ровный и надеваю на него такой же сверху то что я и сделала ирина с вашей посылкой просто вот тогда я знаю сто процентов все прекрасно вот так это делается запечатывается еще раз это все склеивается вот потому что я той женщине помогла и подсказала как не платить 27 евро он перешел на меня и сказал а у вас один картон насажен на другой я говорю ну и что знаете что такое когда картон если вы например отправляете это не в коробке например если я отправлю ведьму в коробке цена ее будет по германии 6 евро без коробки 27 евро даже там можно смастерить провизорию как они говорят картона ну вот так вот он захотел история закончилась тем что я просто эти три посылки обратно вынесла в машину сказала спасибо говорю немножко по человечности не помешало ничего я от вас отправлять не буду я приехала в ближайший пакет-шоп Hermes там где могу припарковаться и через Hermes отправила они отправляют примерно посылки доходят в течение трех-пяти дней но мы будем надеяться в течение трех дней это чтобы вы знали как-то вот с ДХЛ не получилось я обязательно на днях разберусь что с моим принтером случилось потому что он печатает может быть просто черная краска закончилась я не знаю но у меня нет такого уведомления а печатает как-то вот так поэтому если я не смогу с ним разобраться новый возьму так теперь перехожу к подушечкам посмотрите вот так я уже это все поставила показываю теперь в спокойствии еще раз потому что вчера видео было очень быстро и ура пришел новый товар французы нам прислали наконец-то посылку кто-то обращает внимание больше на цвет подушечки кого-то интересует запах так как это все таки парфюмированный декор для дома давайте наверное мы тоже будем больше ориентироваться на то какой аромат у той или иной подушки смотрите это инжир что у нас есть еще с инжиром вот такие птички спреи наполнители для диффузоров видите да с 25 евро снижены эти подушки на 1990 оля твои 4 штуки я отложила что у нас есть у нас есть инжир все увидели да делайте скрины это по факту вообще покупая такую подушку если бы это было по старой цене получаешь птичку в подарок смотрите как хотите на эту акцию да но интересно когда есть одинакового аромата не одна какая-то вот только вещь а немножко больше 1990 не 25 все-таки выходят из программы хотя жалко давайте теперь посмотрим как выглядит маркиз дебин раньше маркиз дебин была розовой нет было серой а маркиз была розовой теперь они это изменили я знаю почему они это сделали наоборот что такое нас картон видите да запах необыкновенный но запах немножечко сильнее чем пахнет керамика я вас предупреждаю до более интенсивные видите да что мне здесь все время мало места то маркиз дебин матильдочка посмотрите как это выглядит внутри можно кстати примерно через полгода я просто память тогда активируется еще другие нотки но девчонки все говорят что пахнет очень долго очень очень долго пахнет увидели скриншоты сделали чтобы не перепутать коробки коробки тоже интересно мне кажется такая коробочка даже для упаковки найдется применение теперь наводим порядок как это здесь все было маркиз девятнадцать девяносто подушки что еще у меня спрашивали у меня спрашивали свечи вот такой набор свечи одна свеча горит примерно 25 часов показываю самые любимые ароматы набор стоит 29 евро теперь переходим к самому любимому диффузору который где поставила вот это в принципе те кто меня немножко дольше знают они в курсе я сегодня открою сообщение кто какой диффузор хотел если вы хотите какой-то аромат другой не тот который в наборе без проблем вот там стоят бутылки я для вас это заменю это никогда не было здесь проблемой этого набора за 49 90 хватает примерно на 8 месяцев затем вы покупаете только бутылку только что была девушка она взяла подушку но когда я сказала вы не пугайтесь диффузор стоит 50 евро но это того стоит она говорит но ведь это же лучше чем купить что-то за 10 и потом покупать и покупать опять поэтому все это есть мочалочки кто не в курсе напоминаю тоже отличный подарок если вас пригласили на чай либо кофе еще вопрос пока я не забыла кто у меня из украинцев заказывал набор вот такое мыло и мочалку напишите мне пожалуйста вот теперь не могу найти ваше сообщение потому что саму посылку в интернет-магазине вы купили но деньги на счет еще не пришли чтобы вы не думали что я вас забыла потому что одно дело когда в эту ссылку в корзинку положили другое дело вам приходит на email счет этот счет его нужно оплатить если же все-таки вы его оплатили это где-то затерялось отправьте мне пожалуйста скриншот чтобы я могла отправить ваш заказ потому что у меня уже есть следующие две посылки и спринтером я тоже в ближайшие дни разберусь почтальон наш уже в отпуске был следовательно в отпуск теперь уже пойдет не скоро потому что нас только 24 помощи не ошибаюсь дня в год разрешен отпуск оля твои подушечки я поставила не рали по-моему две бутылки написала я тоже поставила в сторону смотрите там у меня еще осталось 4 кто знает этот аромат это наша как я всегда говорю вообще жемчужина не рали это переводится жемчужина это наша мандариновая апельсиновая принцесса кстати в википедии проверила действительно была такая принцесса которую звали не рали которая сама придумала свой аромат этим ароматом она в общем ароматизацию делала помещение и вот так вот такой аромат как не рали встречается и в других марках тоже основной состав его это апельсиновое дерево немножко ноты мандарина и ноты дерева в принципе так в общем начинаем день посылки слава тебе господи отправились кто у меня еще спрашивают какие есть масла масла есть в принципе все вот такое масло все еще стоит 690 5 миллилитров это только для камешков для керамики такая сонная вчера так поздно отсюда выехали кофе стоит уже на улице на все никак все никогда кофе не дойдет не уже стоит здесь кому нужны вот такие вот стаканы из гослара пишите если что положу вам заказ а лучше приезжайте приезжайте в город гослар волшебный сказочный туристический кстати лето очень жарко и даже здесь как ни странно но мы вот удивляемся как правило везде тепло в госларе холодно сейчас нет сейчас наоборот я сегодня буду дальше заниматься вашими посылками на следующей неделе будет включен немецкий интернет-магазин кстати пишите в комментариях кому это интересно потому что лиля меня все донимает включить свой немецкий интернет-магазин потому что его поставила на паузу мне просто интересно те кто у меня заказывают сейчас в данный момент что вам было бы лучше если бы вы заходили в интернет-магазин и сами выбирали либо обзор что вы хотите чтобы мы просто так это в интернет-магазине ставили потому что мне кажется девчонки уже просто привыкли я что-то показываю они делают скриншот и пишут а потом я ссылочку собираю уж такая налаженная система они это в интернет-магазине выкупают так наверное все таки возьмем конфетку сладные будем после приключений на почте поднимать настроение сейчас вам покажу цветок как он как он отходит они теперь заходят внутрь и смотрят как этот цветок смотрится сегодня я еще две веточки засохшие оттуда убрала но все равно смотрится грандиозно так маша умер он что-то это зависит от ума на самом деле даже на стиле это запомнатная точка все равно хотя и в это будущее спасибо но если подумать как он выглядел раньше вырос streak теперь они запомнят магазины посмотрите где цветок Спрашивает у меня, что случилось Говорю, цветок поехал в отпуск В смысле? Я говорю, ну ничего, стоит здесь, говорю Отдыхает, скоро опять поднимется туда Его нужно немножко сейчас Во-первых, я жду крючки Такие же А во-вторых, его нужно немножечко сейчас полечить Посмотреть, может там еще что-то нужно Подрезать, убрать, подкормить, подпитать И потом опять пойдет на стенку И у нас уже конец июня То есть еще июль-август Сентябрь, октябрь это уже осень Но они у меня до декабря живут Петуни Зимой, кстати, тоже что-то интересное придумаем на улице Потому что я уверена на 150% Что Рождество будет Два года подряд не было Рождественской ярмарки в городе Гослара Город Гослар Входит в десятку лучших Рождественских ярмарок В Германии И вообще город Гослар Как-то говорят, им фолен То есть Вот есть города в каждой стране Которые нужно посетить Например, там Берлин Дрезден, Гамбург, Мюнхен Гослар тоже Потому что Гослар Это такая жемчужина в Харцах Горы Харц Гослар не пострадал Во время Второй мировой войны Потому что здесь был лазарет То есть ничего здесь Не случалось Поэтому и можно наслаждаться Вот этой всей сказкой Историей И мне даже кажется Когда ты находишься в этом городе Очень много частных магазинчиков Ну, сетевые магазины, конечно, тоже есть Почему бы нет Но такое ощущение Как будто всё равно Ты больше вот городом Наслаждаешься, чем магазинами Мне иногда кажется Вот ходишь по улицам Смотришь Магазин Даже его никогда не видел Почему? Потому что больше обращаешь внимание На архитектуру Я знаю, что на этой улице Слева магазин декора Закрывается Там висит вывеска Что они ищут Того, кто в аренду это возьмёт Посмотрим, что там появится Почему закрываются Не знаю Может, на пенсию вышли Может, и такое быть Скоро у нас тоже появятся Сверху новые соседи Ну, в общем Постоянно что-то новое здесь А я уже Вот, смотрите Поставка эта Матильда пришла Я уже мыслями У меня уже Новый год Я уже хочу Новый год Потому что то, что сейчас стоит Это основная коллекция Которую хотят Знают Но мы уже начнём с вами В сентябре Я думаю Уже здесь будет Мэри Крисмас Потому что сетевые магазины Начинают с августа Мы можем Вторая половина сентября Начало октября Мы знаем, что в начале октября Придёт зимняя коллекция Матильда Ну, а до этого Я думаю, что мы ещё Не один раз Получим от них посылку Подушки классные Пахнут во всём магазине Так Сначала нужно проснуться А потом дальше будем работать Всем хорошего старта Пока И девочки, ещё раз спасибо За то, что вы За то, что я с посылками Почти неделю Опоздала Но вы всё равно умнички Молодцы Спасибо вам Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok